Все-все успели, да? Да, хорошо. Ну, вот, 10... Ой, 6 февраля мы праздновали день рождения Сергея Николаевича Гракова. Ну, понимаете, о ком я говорю, конечно же. Вот. Так посчастливилось мне записать с ним две песни, и это не предел, потому что мы сейчас планируем вообще совместную программу сделать. Вот. И были буквально вот, когда? 21 числа был большой праздник в Петербурге. А у меня вопрос возник. Наконец-то. Я полгода назад писал, стоит ли Сергею Николаевичу Гракову что-то о каком-то концерте говорить. Ты сказал, пока не стоит. Ты меня отписывал. Потому что очень долго стоит. Просто очень долго стоит, реально. Я сам тут озадачился, поинтересовался, сколько это стоит. Как ты будешь говоришь, что мы все нищие? Ты был салатан, ты был салатан, ты был салатан. Сарожа, там все нищие, приезжай. Да нет, классно было бы, но... Он знает, что мы все нищие, а он не переедет. Все пьющие. Сергей Николаевич, а если бы пример брал, я бы не воориентировался. Нет, ну, он уже сейчас такой, как сказать, мэтр, да, называется. То есть, ну, не знаю, тяжело, мне кажется. Но можно попробовать, попытка не пыль. Ну вот, и, собственно говоря, вот я хотел вам спеть песню, которую мы изначально записали. Она самая первая была в нашем с ним. То есть эта песня, можно сказать, дала такую, как сказать, толчок к дружбе, что ли, не знаю. Ну вот, в общем, мы сейчас такие с ним серьезные друганы. Можем позвонить друг другу в среди ночи. Друзья, как говорится, друг — это понятие круглосуточное. Поэтому мы не стесняемся обычно. А все-таки директор Максу Леонидову еще добрали. Это да. Полетело лето в пролеты Осенья-сеня сединой Леший вышел в лес на работу Вылез из воды водяной Дуримар попал на экраны И его уже не поймать. Но если бы я знал те края мои раны Было бы легче сшивать Если бы я знал те края мои раны Было бы легче сшивать Если бы я знал те края мои раны Было бы легче сшивать Если бы я знал те края мои раны Было бы легче сшивать Пятница и город в Атрубе До дому ползет по локтях Он полжизни жил на Ютьюбе А треть в социальных сетях Кто-то, наглотавшись дурмана Выйдя в ночь, пойдет убивать Но если бы я знал те края мои раны Было бы легче сшивать Если бы я знал те края мои раны Было бы легче сшивать Теплый плед накинул на плечи Теплый плед накинул на плечи А память сыплет белую соль И кажется, ребята, пора нам Что-то нужно срочно решить Мне наплевать те края мои раны Раны все равно не зашить Мне наплевать те края мои раны Раны все равно не зашить Мне наплевать те края мои раны Мне наплевать те края мои раны Раны все равно не зашить Мне наплевать те края мои раны Если придет беда Прикинувшись тишиной В маленькой тесноте Как на большом просторе Будешь ли ты со мной? Будешь ли ты со мной? Будешь ли ты со мной, если сойду с орбиты Если стихи напрасны, но вертится шар земной Если душа болит и сердце мое разбито Будешь ли ты со мной, будешь ли ты со мной? Со мной, со мной Будешь ли ты со мной, если исход летален Если итог болезни, следующей лесной Я унесу тебя от голубых протален Будешь ли ты со мной, если сойду с орбиты Будешь ли ты со мной, будешь ли ты со мной? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Извини меня, но, видимо, детям Остаются лишь разваленные стен В наше время тот становится этим Так как этот становится тем И что в конце, то в начале Родина все так же в дыму Оставь меня, желая, в печали Мне надо побыть одному Оставь меня, желая, в печали Мне надо побыть одному Однажды я встретился в поле С тем, кто мне не враг и не друг Он разменивал свободу на волю Он разменивал болезнь на недуг Одинокий старик на причале Посоветовал мне выбрать тюрьму Оставь меня, старик, я в печали Мне надо побыть одному Мы гуляем по улице в холодной, прогнившей одежде Мы пытаемся вызнать, какая-то исчезнет стена Извини меня, мама, мы уже не такие, как прежде Нас-то не узнавая, прости, изменила война Война Я шагаю по невидимым тропам Отрекаясь от громолы и лжи Но в итоге становлюсь мизантропом И поэтому не знаю, как жить Может быть, и от пули с лекарством Но эту ношу я не подниму Оставь меня, мое государство Мне надо побыть одному Оставь меня, мое государство Мне надо побыть одному Мы гуляем по улице в холодной, прогнившей одежде Мы пытаемся вызнать, какая-то исчезнет стена Извини меня, мама, мы уже не такие, как прежде Нас-то не узнавая, прости, изменила война 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 Спасибо АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Бывают дни, когда я верю В то, что сойдет холодный снег И вновь Господь откроет дверь И вновь очнется человек Бываю дни, когда усталый Я сам себя не узнаю Но все равно о грезе дали Осипшим голосом пою Бывают дни, когда гитара Духовным звуком не звучит А кто-то медленный и старый В соседней комнате морчит Но все равно мои потери Не потревожат сладостник Бывают дни, когда я верю В то, что сойдет в холодный снег Будь моей февронией Будь моей февронией Ярким светом на зари Дождь, золотом гос Будь моей душой Душой Бывают дни, когда я верю В то, что сойдет в холодный снег И вновь Господь откроет дверь И вновь очнется человек Бывают дни, когда удачи Добра и счастья Не несут Я тогда смеюсь Я плачу Я отдаюсь ему на суд Будь моей февронией Будь моей февронией Будь моей февронией Ярким светом мазари Дождь, золотом голосом Будь моей февронией Будь моей февронией Будь моей февронией Дождь, золотом голосом Будь моей февронией Вновь Будь моя февронией Моей дождь Вы знаете, вот наверняка У каждого из нас бывает Такое, по крайней мере Я только о себе, конечно, скажу Ну вот, бывают такие ситуации, когда ты говоришь какие-то странные слова, слушаешь какие-то странные поступки Спустя какое-то время оглядываешься назад и удивляешься сам себе Господи, неужели это я сказал, или я это сделал, или что это вообще на меня не похоже Речь идет о такой внутренней какой-то частице, по крайней мере меня, которая иногда вылазит И иначе как мудаком я себя назвать не могу В этот момент, понимаете, да, о чем я говорю Кого такое было, поднимите руки Ты первый Ну вот, я что хочу сказать Дело в том, что написалась такая песня, я пока еще не знаю, как к ней относиться Скорее всего, это такая шутка отчасти, отчасти автобиографическая зарисовка Но вы знаете, когда вот этот вот самый на букву М появляется в моей жизни Мне становится все не по себе Ну и в общем, как говорится, хочешь решить проблему, посмейся над ней как-то, обыграй это все Ну вот, попытался, по крайней мере Не знаю, уж понравится ли вам эта песня, но Тем не менее, песня называется Я вижу тебя третьим глазом Я думаю, кто из нас прав Враги захватили мой разум ТВ-глав, почтам, телеграф И степень духовного роста Уперлась в нагретый чередак Любить это непросто Когда ты последний мудак Любить это непросто Когда ты последний Тепло нам с тобой только снится И столбик термометра вниз И кто-то свалил за границу А кто-то ушел за карниз Но все порастает хоровской И годы сменяют века Любить это непросто Особенно любить мудака Любить это непросто Особенно любить мудака Мертвые дуют фанфары Живые велиют постель Я думал, что я чагивар А вышло, что я коростель Про хвост обвиняет про хвоста Арбитр объявляет ничья Любить это непросто Любить это непросто Особенно среди удач я Любить это непросто Особенно среди удач я Башни набили соломой Стоим в баре вдоль стены Один на защите диплома Второй на защите страны И было к чему удивляться Мир неплох, нехорош он таков Пока женщины будут влюбляться Преимущественно в мудаков Пока женщины будут влюбляться Преимущественно в мудаков Стоим в мудаков В детстве верил я в солнечный край Верил в доброе сердце и в рай И никто еще не умирал А теперь возьмет Бог кого Мы пришли в этот мир погостить Да напиться воды из горсти Ведь собою нам не унести Даже с самого легкого Но когда ты приходишь ко мне Я забываю про холод и снег Я забываю про горе и лед И снова ангел находит приют И за окном моим птицем поют И обретает безумночный свет Моя пустая квартира Мама В детстве я просыпался к утру Я думал, что никогда не умру От обиды лишь слезы утру И ничего не останется В детстве мама была молода И ветер ночью качал провода Этот звук постоянно во мне Вслед за осенью тянется Но теперь надо мною весна И суть ее мне уже не ясна И вроде кровь моя так же красна Как в рябиновом детстве Но когда ты приходишь ко мне Я забываю про холод и снег Но ты захочешь все реже Хотя ты живешь по соседству Мама В детстве верил я в солнечный край Спасибо В моем дворе растаял снег Я увидел землю Но память млечная и легка Как мой иконостас Мне десять яблоки лежат Интересуюсь Съем ли И понимаю, что не съем Ведь яблок целый таз Мне десять лет Я все люблю Но яблоки сильнее Про эти я могу сказать Их хватит на два дня Но знаю, что пройдет зима Земля зазеленеет И будут новые плоды Для грешного меня Я весь щеняч Заводной Я неплохой мальчишка Я эти яблоки люблю Как принца Турандот Я ими город накормлю А маму даже слишком И бабу Если он еще Когда-нибудь придет Спи, моя хорошая Спи, моя красавица Покуда ночь темна Еще Все занесло Порошее И по двору катается Метельницы Всезнающие А мы стоим Скульптурами И ждем моменты истины Когда вас кто-то выкинет С большого корабля Но что-то мне не верится Что все уже закончилось И урожаи собраны Земля нет на полях Да видно мы не помнили Видно не услышали Ничего из важных слов А ты спи, моя хорошая Уже летят над крышей Гортечи отечеевших слов А ты спи, моя хорошая Завтра будет весело Завтра будет солнечно И может быть тепло Но что же ты, любимая Голову повесила Да смотришь, как на ястреба Сквозь мутное стекло Ты спи, моя хорошая Вот ты спи, моя хорошая И вроде мягко стелешь ты Да что-то я ворочусь Видно не мягко кровать А в поле бродят вороги Они пришли за сотню верст Чужой киселя хлебать А мы на тебя надеемся Да тобою хвалимся А на стихица сухая Нить воды спритем Надеюсь, не разлюбишь нас Надеюсь, не откажешься Когда возьмемся за руки И все к тебе придем И вот ты спи, моя хорошая И вот ты спи, моя красавица Спилая хорошая, спилая красавица Дело в том, что все, чем занимается первый канал в нашей стране, превращается в какой-то шерпотребов И проект Голос, несмотря на всю его, как мне кажется, хорошую идею и желание продюсеров выявить, поющих людей Они действительно выявляют, но в итоге что из этого получается? В итоге мы получаем тех же самых... Ну а я вот, допустим, не видел, кроме Варвары Висба, которую туда не выбрали на самом деле Да, ну вот один раз человек появился в эфире, да, и никто к нему не повернулся Вот какие-то удивительные... Ну, если кто не знает, это внучка Юрия Висбора Вот она поет замечательные песни его и поет песни своей бабушки Ады Якушевой Ну, знаете, говорите Там, знаешь, такое ощущение было у жюри, что они не успели повернуться Успели, не успели, а мы имеем то, что имеем, понимаете Вот настоящую звезду, настоящую звезду, которая уже стала звездой, ей не нужен, конечно, был этот проект, ни в коем случае И многие... Вот у меня есть товарищ такой, Маргулис, он ведет сейчас квартирники на канале Че И вот он был квартирник как раз с Варей И он тогда сказал очень хорошую фразу, мне очень понравилось Слава Богу, что тебя не взяли в голос, потому что из тебя сделали бы такую же второсортную певичку, какую они делают из всех Потому что они дают им репертуар, изначально исполняемый гениально То есть там, ну, от Уитни Хьюстон, понимаете, до Квинси Джонса И эти вещи, они уже исполнены, они уже совершенно апрели, как сказать, свое место в мировой культуре и так далее И перепевать их таким школьным образом, мне кажется, это кощунство Поэтому я вот один сезон голоса, честно признаться, отсмотрел Это вот, по-моему, второй Но, в итоге, опять мы имеем какого-то оперного певца, который... На самом деле, вот когда я учился в музыкальном училище, у нас певцы были гораздо выше, чем тот, который там победил Но я могу честно сказать, что ни один по-настоящему творческий вокалист в проекте «Голос» не участвовал За все это время Нет, я не про это говорю, не то, что вот, допустим, раскрутиться и потом на твои концерты выходить, вот так еще... Не такой ценой, нет Нет, не в этом смысла Смысл в том, чтобы просто популяризовать в России Вообще, чтобы тебя увидели... Но ты понимаешь, что они мне не дадут делать то, что я хочу-то Вот в чем дело Да нифига В том-то и дело Это кажущийся момент, понимаешь? То есть, как ты себя зарекомендуешь Вот изначально, вот так тебя и будут воспринимать А потом шаг влево, шаг вправо и все Понимаешь? И никакого творчества уже не будет Это кажущийся Сначала нужно спеть то, что тебе скажут, а потом ты уже вылезешь со своим материалом Нет, нет В этом есть хорошая песня, уже хочу как «Компромисс» называется Ну, вот, наверное Да я уже эту песню не помню, но вероятно Как-то бы совмещать такое вот Ну, все равно Просто понимаешь, это перспектива Ну, совмещать То есть, вот тебя бы устроило бы, скажи честно Если бы я первое отделение отпел песни Филиппа Киркорова, а второе сел бы Ну, это примерно то же самое, понимаешь? Вы знаете, я вполне счастлив, что вы сегодня ко мне пришли и мне этого на данный момент вполне достаточно А когда нужно будет больше, будет больше Вот я что могу сказать То есть, нет такого желания именно Вот такой ценой нет Нет такого желания Нет В следующий раз приведете еще друзей Будет еще больше народу Спасибо, что пришли Ну, это искренне, честное слово Искренне Мне многие, кстати, говорили о том, что ты в голосе попробуешь Нет, я просто ему задался вопрос, потому что я вижу, как ты достаточно точно поешь и голос какой-то У меня классическое образование вокальное Я закончил музыкальный колледж по оперному вокалу Ну, нет, нет, не пойду в голос, не пойду Потом, значит, я даже не уговариваю Это, знаешь, в главной сцене Чиж сидел в жюри Ну, конкурс на вроде, голосом, но там, да, да, то есть там По России шел, да Первый сезон Там сидел Чиж, Юрий Антонов Потом, значит, как же ее зовут? Ну, не помню, в общем, Юнона и Авось, которые Не помните? Юнона и Авось Жанна Рождественская ее зовут, по-моему Вот, и сидел еще оптор Оптор Афанасьев Смешно звучит, да? Джон Лепешкин Оптор Афанасьев, кстати, продвинул Мэра и Кэрри там, еще кого-то там То есть это такой продюсер американский, русского происхождения, как бы И вот Ну, в общем, это, конечно, ужас И я, когда Чижа там увидел Я ему сразу позвонил Я говорю, Серега, ты что, обалдел, что ли? Он говорит, Павел, мне ипотеку надо платить Все, вопросов больше нет Слушай, Паша, а у тебя какого-то уже ипотека? Ну, я думаю, что он ее погасил Видишь, хотя бы какая-то польза от таких моих Вы сами не обвинете Извините, у него шестеро детей Кому он там ипотеку взял? Я говорю, шестеро Шестеро, а может и больше Известных шестеро Их же кормить надо как-то А ты говоришь, пригласите его Нет Мы тут все не ищем Нет, 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 нет Шесть детей это не будет поздравить Ну вот Это вот из разряда, знаете, когда Сейчас Кто же у нас? Не Рахманинов, а Прокофьев Прокофьев, он жил в Америке И представляете Он играет концерт Значит И Ну в зале там сидят люди Полный зал народу И вот С задних рядов встает человек В гражданском Ну понятно, что это Из органов кто-то И Начинает с ним разговаривать Ну как же так Вы Тут вот на чужбине В общем Просвещаете народ А Советский Союз Так сказать Обделяете своим Гениальным творчеством Вот Почему бы вам не вернуться И самое главное Что они каким-то макаром Его уговорили вернуться В итоге что они Что получили Ну там ему была обещана Там Полная свобода Действия и так далее Никакой слежки Никакого контроля На самом деле Конечно же Как только Он ступил На Так сказать Землю Витаванную нашу Моментально За ним Черный Ну Волга черный И Умер в итоге В нищете В один день Со Сталином В один день Со Сталином В итоге На покороны Прокофьева вообще Никто не пришел Потому что В этот день умер Сталин И все пошли туда Тусоваться Прочно Понимаете Да Ладно Это все лирика Знаете Есть такие песни Которые Ну Долго там Не поешь По каким-то причинам Ну просто потому что Новых очень много А когда возвращаешься К этим песням Вновь Окунаешься В того себя Которым каким-то был В тот момент Я когда-то эти песни писал В данном случае Вот этой песни уже Наверное Ну лет пять Или шесть Вот Я понимаю Что тогда я был все-таки Немножко другим человеком Немножко Потому что Суть-то конечно остается А вот какие-то такие Ну понимаете о чем я говорю В общем Вот такая песня И И Ладно Не боишься, сколько в простыне матрасе Швырнув под стол шопеновский плавир Напудрив нос и губы разукрасив Выходишь ты в невыспавшийся мир В который раз окидываешь взглядом Еще не пробудившийся поток Людей немых, идущих где-то рядом Пусть вместе вновь каждый одинок Зима по крышам домов, на теле больших городов Искала большие тела, вершила большие дела Искала, ловила, плоскала, как маленький Мальчик остала чужие песни На улицах такого холодного Питера Такого холодного Питера У каждого в любви своя измена И правда тоже в каждом дом своя И все боятся голода и тлена Притом борясь за вечность бытия Но даже так, когда свобода зыбка И хрупкие корни стержня из толпа Пусть этот мир спасет твоя улыбка И пусть ее не выдержит толпа Зима по крышам домов, на теле больших городов Искала большие тела, вершила большие дела Искала, ловила, ласкала, как маленький Мальчик остала чужие песни На улицах такого холодного Питера Такого холодного Питера Такого холодного Питера Спасибо Спал и проспал момент, когда ты ушла Не на совсем, а как обычно на службу Вспомнил, что некуда идти сама И вновь лег Спал и проспал момент, когда выпал снег Снег он как снег, но важно то, что он первый Знаю, ты любишь наблюдать, как летят снежинки Двое Нужны для разговора Двое Нужны для поцелуя Двое И для любви все те же Двое Нужны Проголодаться и проснуться совсем В памяти всплыло, что вчера мы ругались Я был не трезвый, вероятно, тебя обидел Я позвонил, но ты отрезала связь Чайник налил, разжег плиту с одной спички Тут и заметил, что сготовила ты мне завтра Значит, ты все-таки просила, да? Двое Нужны для разговора Двое Нужны для поцелуя Двое И для любви все те же Двое Нужны для разговора Двое Нужны для поцелуя Двое И для любви все те же Двое Нужны Я взял гитару, чтобы склеить мотив Ведь крови, как петь, я нифига не умею И если не песни, чем тебя удивить Не знаю Двое Нужны для разговора Двое Нужны для поцелуя Двое Нужны для разговора Двое Нужны для поцелуя Один О, е, 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 петля любви все те жло, о, е, е, нужны Спасибо! Вы не устали? Знаете, я вот уже два года подряд в августе езжу в одно очень интересное место Значит, есть такое село в Рязанской области, называется оно Студенки Вы наверняка даже не слышали о том, что такое село существует Оно находится даже не где-то ближе к Рязани, а ближе к Тамбову даже находится То есть уже прямо край Шарский район Ага Там рядом Ряж Шарск-Маршанск Да, да, да 200, по-моему, километров от Рязани То есть примерно столько же, сколько от Рязани до Москвы, вот столько же от Рязани до этого села Там, в этом селе, живет молодой священник со своей семьей Его зовут отец Николай Ему, на самом деле, ну, где-то, я думаю, что лет 36 Ну, под 40 Ну, понятно, что когда их рукополагают, они не служат там, где хотят Их как военных, в общем-то, отсылают по назначению Ну, вот, допустим, молодой священник из Москвы Его отправили вот в это село, чтобы восстановить там храм И вот он в течение уже 10 лет там живет, в этом селе, со своей семьей Они живут очень небогато, мягко говоря, у них такая изба одноэтажная И, значит, там, ну, несколько комнат Я хочу сказать, что когда я приехал впервые, это был 2014 год У них было уже шестеро детей Шестой вот-вот только родился То есть ему был месяц тогда, когда я приехал Буквально за месяц до этого как раз родился вот Да, Савва они назвали его И я что хочу сказать Там у них, в этом храме, есть предел, который, как бы, ну, Николай Чудотворца И вот, оказывается, есть Никола Зимний, Никола Летний Ну, мы знаем эти праздники там, да А есть еще 11 августа Еще один праздник, который широко не отмечается в русской православной церкви Этот праздник называется День рождения Николая Чудотворца То есть день его рождения И вот именно в этом селе, в этом храме их благословили вот этот праздник отмечать И он у них считается, как бы, главный, престольный Значит, как это все происходит? Утром всем селом, значит, люди идут на литургию Там на какой-то молебен благодатственный Потом обходят крестным ходом вокруг этого храма Который он, кстати, восстановил Очень такой молодец, батюшка Вот А потом всем селом также вот идут в местный ДК маленький А там сижу я, собственно говоря С гитарой и пою им песни Причем меня удивляет их выбор Потому что я им сразу сказал Я говорю, ну, понимаете, там, ну, есть у меня там какие-то песни Которые по репертуару, ну, которые подойдет вам, да Скажем так, Феврония, там, ну, такие песни о детстве Но у меня есть еще и другие песни, которые я тоже не могу не петь И он говорит, да-да-да, мы этого и хотим То есть такие продвинутые, они слушают рок-н-ролл Вы понимаете, то есть они очень продвинутые, они следят за новинками Вот, покупают это все официально, где-то там в Google Play, там, или в iTunes Где-то еще, в общем, такие очень А интернет есть? Интернет есть, но очень плохой Но им, видимо, хватает То есть Ну, и вот они меня как бы выписывают Выписывают к себе на праздник Вот два года подряд Я, может быть, и в этом году поеду Не знаю, пригласят, если то обязательно Так вот, там такой поезд очень неудобный Я до Ряжска еду там Ну, там, я не помню, во сколько я сажусь Но где-то в 4 утра я, вот, собственно говоря, там На платформе Ряжска Значит, это самый близкий пункт, куда можно приехать То есть от него ближе всего, до этого села Отец Николай сам, собственно, встречает меня на машине Ну, вы понимаете, август уже прохладно Ночи уже становятся темными такими Ну, темнее И еще к тому же и все не выспались Ну, и как-то вот бредешь сквозь эту вот сутолку Вот в воздушную такую мокрую К этой машине, значит И вот, когда я был последний раз Первый раз, да, запомнили Был шестеро детей, шестеро А, значит, когда я приехал во второй раз Мы идем к машине от поезда И он мне рассказывает На радостях такой Говорит, вот, Павел Вот через месяц родится седьмой Я, ух ты, ё-моё, я подумал, ничего себе И, значит, мы подходим к этой машине А на лобовом, ой, не на лобовом А на заднем, наоборот, стекле Там такая, ну, семиместная машина Лада, как она там называется Ну, большая, в общем Казиль, короче Да не Казиль, но Лада Наверное, да Вот, и там такие, знаете, бывают такие Мультяшные наклейки, ну, вроде я и моя семья Вот мультяшные там стоит он Как бы мужичок такой Матушка его там И шестеро детей И он мне рассказывает о седьмом И я каким-то, я вообще не знаю, почему я задал этот дурацкий вопрос Я говорю, батюшка, а седьмом-то куда клеить? Места-то уже нет Кроме того, и меня понесло Я говорю, кроме того Я вот в том году с матушкой разговаривал Она мне сказала, что когда она не беременная У неё ощущение, что какого-то органа не хватает Поэтому, я так понимаю Говорю, вы останавливаться не собираетесь А вот такой разговор в четыре утра Приду я с гитарой, мне вот брясь И он мне говорит, Павел Ну, ты умный человек или нет? Я пойду, блин, по кругу Зайду на лобовуху А потом по спирали Я что-то хочу сказать Я когда приезжаю туда Знаете, ну, они меня приводят к себе Выделяют одну комнату Я ложусь отдохнуть И встаю где-то, ну, часам до десяти Чтобы пойти в храм Ну, постоять немножко, наверное, там на службе И пойти уже готовиться И вот я просто однажды наблюдал Совершенно случайно, как он общается со своими детьми Вот, он каждому из них уделяет ровно столько внимания Сколько нужно Потому что, ну, представляете, семьи детей Это же шестеро Ну, каждому удивить внимание Чтобы никто не был обижен И так далее Удивительная такая мирная семья Такая без всяких ссор Понятно, что сельские жители Очень любят их И помогают Там приходят нянчатся Вот, я что хочу сказать Вот то самое гражданское общество По которому мы так часто тоскуем В больших городах И в провинциях И вообще, то есть, ну Вот это самое внимание друг к другу Мне кажется, оно Это самое гражданское общество Оно абсолютно ясно Я вижу, что оно существует Оно есть вот в тех самых русских деревнях Угасающего русского быта Вот там люди По крайней мере, то, что видел я Вот в этом селе Это меня потрясло до глубины души Они совершенно иначе общаются То есть, у них как бы общая жизнь Понимаете? Они стараются острых углов Острые углы друг друга обходить Вот это очень важно Это очень важно в принципе Всегда, в любое время В любую эпоху В любом населенном пункте Сохранять атмосферу в том государстве За которое ты реально можешь отвечать То есть, вот Семья, работа Вот, например, сегодня мы с вами Так хорошо сидим Это так приятно, так здорово Собственно, это все, что я хотел сказать Аплодисменты И так же пьянело пьянь Но вышел из дома и И вышел из дома я И руку зажав в руке Спеша замести следы Спустились они к реке И двинулись вдоль воды Дорога вопила сгинь И лес шелестел от стань Но шел не сгибаясь и И брел в тихому куянь Ни хлебом и ни строкой Друг друга не накормив Пытались найти покой Не знаю, что это мифе Это мифе Это мифе Не знаю, что это мифе Это мифе Это мифе И вылопасти пестынь И плела сухая бланя В белой надежде ини И пела свободе я И руку зажав в руке Спеша замести следы Спустились они к реке Спеша замести следы И двинулись вдоль воды Вдоль воды Вдоль у води И двинулись вдоль воды Вдоль воды Вдоль воды И двинулись вдоль воды Горилия война Это божий бэт-трип Я так долго смеялся, что даже он хрип Нас не жалуют здесь Нас преследуют там И не верят глазам и не в небыдустам А в столице раздул На крайне пост В пути не борьба за великий пост В одноглазой толпе Митин будет святой В перемешку с фашистами и гопотой Прости меня, любовь, прости А кому пуля не мать? А тому, что их не отец Что же выбрать одна дура, второй молодец Пара правильных нот Неплохой депрессант Для того, чья прислуга вам и десант Хлестники знают план Но обычно молчат Как избавить от пули одиноких молчат И как тяплые сидят Клювом стены голубя Обвиняем всех сразу, но, увы, не себя Прости меня, любовь, прости Но нас так долго держали в плену И я уже на полпути Буратино не ходи на войну Прости меня, любовь, прости Но нас так долго держали в плену И я уже на полпути Буратино не ходи на войну 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 Говорили, война Это божий Б3 Я так долго смеялся, что даже охмел Аплодисменты. 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 То ничего не меняй Давай иди ему, да скажу Делай то, что позволят, тащи То, что загрузят тебе, все по плечу Меня свободу наплать, а я так жить не хочу Иди ему, да скажу, делай то, что позволят, тащи То, что загрузят тебе, все по плечу Меня свободу наплать, а я так жить не хочу Не хочу Не хочу Когда ты лучше меня, то ничего не меняй АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо огромное, мы увидимся еще До свидания Собственно говоря, мы же тоже уже Как вы это выдерживаете, два с половиной часа? Ты попробуй меня забери Из моей невесенной страны Где молчание громче крика Равнодушие страшнее войны Наши копии сильно уменьшены И уж если идти до конца Кто поспорит, что лучших женщин Достаются нашим отцам Полететь бы по небу, в нее, в нее Скинуть вниз дорогое пойду Мы все время за что-то воюем Правда, сами не знаем за что Изучили французский и греческий Изучили заброшенный лес Улыбается сын человеческий Наблюдая за нами с небес За нами с небес Спасибо всем вам Спасибо большое А я ошибся или песня анти-военный джаз не будет? Миллионы бойных миллионов Тысячи сломанных тысяч Каждый скульптор хотел бы из этого камня Хоть что-нибудь высечь И снова все заставы и тюрьмы Но настройте еще гильотин Тот, кто был плачом, станет жертвой Кто был с кем-то, тот будет один Есть закон тот, кто младше растет Тот, кто старше стареет Эти песни звучат пока в наших домах Горячи батареи И страна у чужого забора Трется словно бродячий щенок Я молюсь из-за тех, кто вернулся Из-за тех, кто вернуться не смог Наплевав на гримми и гранты Собирается в поздний час Неизвестные музыканты Сочиняют свой антивоенный джаз А меня учили, что солнце Не ярче ночного салюта Все имеет свой плюс и свой минус Если не знать абсолютно Что у каждого есть персональный И ничем не оправданный страх То, что ведьма стала все жить Глинея сгорят на кострах Пожелтевшее фото в руках И написано на развороте Что закопаны те, кто был за Как и те, кто был против Что страна улегла из-за восхода В подземельную черную твердь Что позиция может быть разной Но всегда одинакова смерть Наплевав на гримми и гранты Собирается в поздний час Неизвестные музыканты Сочиняют свой антивоенный джаз Кто свободу, как мы, не юзал Вряд ли смогут узнать о нас Наш ответ обнаженным плюсом Антивоенный джаз Антивоенный джаз Антивоенный джаз Антивоенный джаз Огромное вам спасибо Спасибо, Павел Так классно с вами встретиться, пообщаться Просто вот так Спасибо Курить? Нет Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...